В интернете появились слухи о закрытии Ярославского центра подготовки юных футболистов, подтвердить или опровергнуть информацию. Мы пригласили в эфирную студию нашей телекомпании руководителя дирекции спортивных сооружений Ярославля и депутата муниципалитета Александра Черепанин. Александр Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте. Что называется ваш официальный комментарий по поводу этих слухов? Так, нет? Слухи, они и есть слухи. На самом деле никто не посягает на центре юных футболистов. Насколько мне известно, данные организации просто сократили размер субсидий, который выделялся им на организацию тренировочного процесса. Теперь они будут получать ровно столько денег, сколько получают все наши спортивные школы и учреждения, скажем так. То есть, которые находятся в ведении мэрии Ярославля. Как вы думаете, откуда появилась эта информация? Кто-то решил пошуметь? Конечно же, затрагивают тренерскую общественность, другую общественность, которым интересно раздущить этот скандал. Никто не собирается сокращать или как-то упразднять данную структуру. У клуба есть школа подготовки юных футболистов, она будет действовать. Моя задача, как руководителя директора спортивного сооружения, принять на баланс сам объект, стадион Шинник. Клуба мы вообще никак не касаемся. Приняли уже объект или нет? На сегодняшний день создана инвестиционная комиссия, которая вчера и сегодня работали на Шиннике, описывали имущество для того, чтобы понимать, в каком состоянии. Я хочу сказать, что состояние имущества в плачевном, плачевном состоянии. Поскольку, ну скажем, Шинник, Шинник это футбольный клуб, и футбольный клуб должен заниматься чисто спортом, играть в футбол, выигрывать для наших болельщиков какие-то матчи, а никак не заниматься содержанием зданий и сооружений, которые находятся на стадионе Шинник. И то, что мы сегодня видим, стадион находится в плачевном состоянии, еще раз повторюсь, надо вкладывать большие деньги, нужно вкладывать много сил и усердия для того, чтобы привести его в порядок. Ну, я думаю, что мы за неделю все осмотрим, все опишем, все отфотографируем. Взаимопонимание, ну, в целом мы нашли. Так. Единственное, есть пожелание, чтобы не ухудшить состояние, то состояние, в котором находится на данный момент данный объект, и чтобы не сорвать тренировочный и соревновательный процесс самого футбольного клуба Шинник. Я благодарю вас за то, что ответили на мои вопросы. В эфирной студии нашей компании был руководитель дирекции спортивных сооружений Ярославля и депутат муниципалитета Ярославля Александр Черепанин. Редактор субтитров А.Семкин